Блогер Грейд Гончар рассказывает о несправедливом, по его мнению, выселении интерната номер 117 для глухих и слабослышащих детей и здании в центре города на пересечении улиц Ульяновская и Галактионовской на окраину Самары. Это здание признано пожароопасным, пишет блогер. Тем не менее, судя по слухам, теперь в нем будут работать, ежедневно подвергаясь опасности сгореть заживо, клерки системы единого окна. Детские дома расформировывают под лозунги России без сирот и все лучше детям. А самих детей при этом запихивают куда подальше от глаз. Так прокомментировали пост читатели. Блогер и журналист одного из областных интернет-порталов Наталья Быкова рассказала об их первоапрельском розыгрыше. «Мы сообщили, пишет блогер, что безенчукские болельщики из фанатского движения «Безенчук Форево» якобы выступили за строительство стадиона к чемпионату мира по футболу не где-нибудь, а именно в Безенчуке. Там и инфраструктура, есть и колбасный завод, который гостей накормит. Да и Путин с Медведевым бывали у них, а не в Самаре. В безенчукской администрации, продолжает автор, поверили и буквально на уши встали от такой информации. Как она мимо них могла пройти? Обрадованные перспективой, чиновники сразу же решили создать рабочую группу по изучению данного вопроса и поиску подходящей площадки для строительства. Когда поняли, что это шутка, заключает Быкова, расстроились. И, наконец, блогер Галема рассуждает о мастерстве самарских граффитистов. Вообще, пишет он, к подобному творчеству я отношусь скорее отрицательно, чем положительно. Нет у нас в городе мастеров высокого уровня, а качественные росписи стен встречаются крайне редко. Но однажды я заметила на одном из заборов вот это изображение. Оно приятно удивило своими размерами, содержанием и тем, что выполнено не на стене памятника архитектуры, а на заборе, огораживающем строительную площадку.